Я так думаю, что нам не грозит война, но удушение нашей экономики необходимой гонкой вооружений будет существенно, но тоже не фатально. И я не думаю, что в Соединенных Штатах вот такие сатанические какие-то проекты никто не культивирует, но у них есть возможность, другие способы, так сказать, удержать развитие или даже снизить его. И эта проблема была известна в конце 80-х годов, но была утопия у наших реформаторов, что может договориться о конвергенции. То есть вот СССР ликвидируется и нас примут в семью, кто говорил там, у нас общий европейский дом. А вообще-то по Соединенным Штатам главная была эта самая вот эта утопия, она еще Петерим Сорокин там в Америке после войны развивал эту идею, что соединиться Россия и СССР и Соединенные Штаты. А у Ряскан Сахаров, академик Сахаров, это у него главная такая была идея, вот такая фундаментальная, да, конвергенция с Соединенными Штатами. Ну и так на этой почве он стал диссидентом, он стал, в общем, в конфликты вошел. А в конце 80-х годов это стало официальным, так сказать, официальным вектором Рязани. Ну и в 92-м году Ельчин то же самое-то. И Соединенные Штаты, вот так, если трезво смотреть на нас, то они сразу разными способами, даже какими-то хамскими, да, предупреждали, что никто вас в эту семью не возьмет и не может. Я бы сказал, что так в середине 90-х годов уже, вот Ельчин сам вот это уже понимал, вот даже его риторика показывала, что. И, кстати, масса наша, да, тоже очень быстро, в 90-м году, в 93-м уже полностью вот эта утопия была отвергнута. И в середине 90-х годов это уже был, уже возник даже антиамериканский такой синдром. Причем в интеллигенции в основном. Ну, потому что масса, она так слушает, что-то говорят, но... Вот. Так вот, когда сменилась наша властная, это самое, команда, пришел Путин, довольно быстро стала вот снова эта проблема определяться. В плане того, что в 2007-м году, ну, во-первых, в 2004-м, когда, как Майдан на Украине, это уже был такой, это уже была вообще акция войны. Ну, такой войны гибридной, не бомбами, да. А вот именно, понимаете, вот у них всегда было в этой самой, в доктрине взаимодействия с СССР и с Россией, что главная у нас связка – это Украина и Россия. Вот эта часть, так сказать, русская, да, и украинская. И после войны была установка о том, что не надо пытаться их скровить, потому что это будет очень, очень... Ну, возникнут такие процессы, с которыми мы можем и не справиться. И это было снято. А вот когда ликвидировали СССР, то вот Близинский это сказал, что вот если удастся строить Украину с Россией, уже уродить независимой, да, то тогда уже до, надолго уже Россия не, так сказать, не будет никакой проблемой для Запада. И вот это в 2004-2005 год уже вся риторика СМИ, вот американские, была вот такая военная, военный тип. А сейчас вот они дозрела Украина и новое поколение, и удалось создать фактически уже ситуацию войны, ну, или так, предвойны. Это сильнейший удар, вот, не сравнить с 90-ми годами. И вот для нас проблема сейчас в том, что ясно, что не берут нас в этот клуб западного капитализма. Мы можем быть только периферийной, как говорится, вспомогательной какой-то пространством. Вот у нас возможности. А поскольку у нас, ну, вот и Путин, и даже элита наша, честь, 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 да, ну, патриотическая, так называемая, она на это не смогла, кажется, пойти. Ну, и население тоже. И получилось так, что вместо того, чтобы быть, чтобы как-то сотрудничать и выгодно, и взаимовыгодно какие-то отношения срезать, и как бы он в Советском СССР мог вот так сотрудничать с Западом, и не вступая в конфликт. А когда мы, так сказать, попытались сюда влезть к ним, не с данным, так сказать, родственникам, то возник этот конфликт. И, значит, вот, вот, я думаю, что суть этого резкого обострения отношений. Теперь надо просто решать, потому что вот парадокс в том, что социализм в отдельной стране можно создать, а капитализма типа западного невозможно, потому что это глобальная система. Вот сейчас мы стоим на таком распуте, что я считаю, что объективно у нас есть возможность объясниться, ну, постепенно, конечно, что, ладно, мы не будем к вам лезть, но у нас свое хозяйство. Мы будем взаимно, так сказать, выгодно действовать. То есть у нас вот в данный момент нет фатальной необходимости углублять конфликт, я считаю. Но для этого нужны глубокие преобразования внутри, потому что та система, которая у нас сложилась, она получается, что она конфликтогенная с Западом. Продолжение следует...